Добрый день, наши уважаемые зрители и слушатели. Не так давно в программе «Время» рассказали о том, как Пентагон США исказил историю Второй мировой войны. У нас с ним, как известно, много различий. В этом тоже, хотя на одной стороне были. Вот Пентагон к юбилею Победы что опубликовал. И потом один из экспертов предъявил нашей, как называемой, пятой колонне, что накануне праздника 9 мая и в день 9 мая, в сам День Победы, все время несистемная оппозиция, либо вообще там оппозиция Владимиру Путину пытается очернить этот праздник. Известные нам вся наша несистемная оппозиция и так далее обязательно должны провести перекличку. Как я ненавижу этот парк. Сейчас с нами на связи Леонид Яковлевич Гозман, один из представителей пятой колонны, так скажем. Позволится, да. И я как бы хочу вам задать вопрос. В чем заключается вот это противоречие между как бы либеральной оппозицией и вот нашими патриотами? Ну, вы знаете, мне кажется, что противоречие в двух вещах. Во-первых, мы помним о людях, которые оказались в страшной трагической ситуации. И многие из них вели себя более чем достойно. Вот люди, которые, в общем, не выбирали оказаться или не оказаться на фронте, например, в основном. Были люди, которые пошли добровольцами, но их было не так много, естественно. В основном людей призывали. Но вот оказавшись в этой ситуации, они для себя очень достойны. И мы об этих людях помним. И мы считаем, что им надо отдавать должное. И надо было раньше. И надо сейчас. По крайней мере, тем, кто еще остался там. Ну и так далее. Это вот первое различие между нами. Второе различие между нами, мне кажется, состоит в том, что для нас вот эти безумные, страшные цифры потерь. 27 миллионов. Я уже говорила, не 41 миллион. Кошмар какой-то. Просто то, что невозможно себе представить даже. Вот для нас это не повод для гордости. Ну вот это ужас, это кошмар, который не должен повториться. А чтобы это не повторилось, нужно не только, между прочим, как бы давить всякую сволочь, типа, от фагитера в зародыши. Но и анализировать, что же произошло у нас. Почему так получилось? Почему так получилось, что люди погибали десятками, сотнями, тысяч, миллионами без всякого смысла, что ли. Эти котлы ужасные, бомбежки, пленные, которые погибли в лагерях немецких и так далее. Что было не так в нашем государстве, что оно предало своих людей? Мне вообще кажется, что Великая Отечественная война – это, конечно, героизм очень многих людей. Это и гитлеровцы даже признавали. Это трагедия, страшная трагедия еще большего числа людей. И это, конечно, предательство государством, слова народа и своей страны. А в чем это предательство заключалось? А в том, что они, во-первых, в том, что они проспали войну. В том, что они обескровили, уничтожили руководство Красной Армии, которая, между прочим, была неплохой армией. Неповедимая легендарная, да? Они это руководство уничтожили. Вместо профессиональных военных к руководству пришли люди, не обученные, не умеющие, не понимающие, что такое война и управление войсками и так далее. В том, что они предали своих солдат. Миллионы наших с вами соотечественников, которые попали в Гитлеру в плен, они были брошены там. Сталин объявил их предателями и отказался от помощи Красного Креста. Соответственно, поэтому военнопленные других стран жили все равно в очень тяжелых условиях, в гейнеровских лагерях. Но все-таки хоть как-то, да? А наши буквально умирали с голоду, от отсутствия медицинской помощи и так далее. Это прямая вина Сталина. Предательство было еще и в том, что когда они отдали врагу треть нашей территории и стали уводить оттуда людей, то этим людям никакой помощи не оказывалось. Они просто шли, а как они должны выживать, это уж как получится. Выживешь хорошо, не выживешь, ну хрен с тобой. А еще одно предательство – это приказ товарища Сталина уничтожать дома, чтобы гитлеровцам негде было согреться. Но этим приказом он обрек на смерть зимой 1941-го. Он обрек на смерть неизвестно сколько наших оставшихся там, не успевших уйти от гитлеровцев людей. Ну и так далее. Ну и может быть последнее предательство – люди освобождали свою родину. Люди воевали со страшным врагом действительно. Но они воевали не за то, чтобы Сталин потом оккупировал Европу. Вот нет, точно, точно не за это. Леонид Яковлевич, вот тот сюжет, который я сослался, где рассказывают, как Пентагон США искажает нашу историю, не так давно в Государственной Думе тоже проходил круглый стол, ну где-то в прошлом году, в 2019-м, где собрали молодежи из разных регионов, и депутаты им рассказывали, что вот история нашей страны в опасности, и все государства, там, НАТО пытаются ее полностью исказить и перековеркать. Действительно есть такая опасность, как вы считаете? Да, такая опасность есть, только она исходит не от мифических наших врагов, не от пятой колонны, не от Америки и так далее, она исходит от нашего начальства. Наше начальство историю переписывает, наше начальство от истории издевается. Наше начальство делает все для того, чтобы действительно величайшая трагедия и, соответственно, подвиг очень многих людей, вот, 75 лет, которым мы сейчас отмечаем, чтобы она не вызывала ничего, кроме смеха, вот, насмешек, издевательства, там, и так далее. Но вот, что стоит проход водолазов по дну, там, какой-то речки с портретами ветеранов? Они эти портреты, там, кому демонстрировали? Русалкам, водяным вообще, что они там делали-то, да? Ну, ребят, но ведь люди-то на войне погибли. Люди погибли на войне. Это вот не просто дурь какая-то, да? А это вот действительно память о людях, да? Это издевательство. И вот, потому что завтра они собираются по программе Матч ТВ показать то ли футбол, то ли хоккей, в котором, значит, наша команда выиграла у немцев в овертайм. Ребята, те, вот, которые тогда погибли, 75 лет назад, да, 75-80, они не в футбол играли, не в хоккей. Они воевали за свою страну. Вот, они рисковали жизнью. Кто-то эту жизнь потерял. Кто-то потерял руки и ноги. Устраивать за это фарс? Ну, подонки просто. Вот, да, это они делают. Да, есть даже стихи у Евгения Евтушенко, да, в которых он пишет, как наши пришли инвалиды без ноги после войны на матч между немцами и русскими, и как после матча просто произошло такое примирение между нашими народами. Вдруг вспомнились трупы по снежным полям. По снежным полям бомбежки и взорванные кариатиды. Матч с немцами, кассы ломают. Бедлам, простившие родине все их обиды, Катили болеть за нее инвалиды, Войною разрезанные пополам, Еще не сосланные на валаам, Истории, выброшенные в хлам, Им рочно цедили. Ох, фрицы, Ох, гниды! За нами Москва! Проиграть Это срам. Незримые струпья от ран отдирая, Катили с медалями и орденами Обрубки войны к стадиону Динамо В единственный действующий храм, Тогда заменявший религию нам, Катили и прямо, и наискосок, Как бюсты героев, кому не пристало На досках подшипниковых пьедосталов Прихлебывать, скажем, березовый сок Из их фронтовых алюминиевых фляжек, А тянет, при губе, скорее, без оттяжек. Лишь то, без чего и футбол был бы тяжек, Напиток брачный, по цвету табачный, Отнюдь не бутылочный, По вкусу обмылочный, А может, опилочный. Из табуретов страны советов Непобедимейший самогон, Который можно, его отведав, Подзакусить рукавом, сапогом. И даже египетские пирамиды, Чуть сдрогнув, Услышали где-то в песках, Как с грохотом катят В Москве инвалиды С татуировками на руках. Увидела даже статуя Либерти За фронт, Преподавший второй, Препоздавший второй со стыдом, Как грозно движутся инвалиды те Ведением отмещения на стадион. Билетов не смели спросить контролерши, Глаза от непрошенных слез не протерши, Быть может, со вдовьей печалью своей И парни-солдатики, Высказав навыки, Всех инвалидов подняли на руки И усадили их по бровей С самого первого ряда первей. А инвалиды, как на поверке, Все наготове держали фанерки С надписью прыгающей «Бей, фрицев!» Снова в траншеи готовы врыться, Будто на линии фронта лежат. Каждый друг к другу предсмертных прижат. У них словно нет половины души, Их жены разбомблены и малыши, И что же им с ненавистью поделать, Если у них пол души и пол тела? Еще на трибунах все были негромки, Но Боря Татушин, пробившись по кромке, Мяч Паршину дал. Тот от радости вмиг мяч бухнул в ворота, Сам бухнулся в них. Так счет был открыт, И в немстительном гвалте Прошло озаренье по тысячам лиц, И Паршина за руку поднял Фриц Вальтер, Реабилитировав имя Фриц, И прорвало молчанию плотину. Это не Паршину одному, Все инвалиды теперь аплодировали Бывшему пленному своему. Но лишь два ответных гала нам всадили. Наш тренер почувствовал холод Сибири, И аплодисментов не слышали звуки, Как будто нам всем отсекли даже руки. И вдруг самый смелый из инвалидов Вздохнул, восхищение горькое выдох. А я, братцы, скажу вам по праву танкиста, Здорово немцы играют, и чисто! И хлопнул разок всех других огорошив В свои обожженные в танке ладоши. И кто-то подхлопывать медленно стал, Качая поскрипывающий пьедестал. Теперь в инвалидах была перемена, Они бы фанерки свои о колено сломали, Да не было этих колен, Но все-таки призрак войны околел. Лишь только бы, стольки бы опять на погибель, Не вырос бы где-нибудь новенький Гитлер, Лишь только бы заново обьеды Сталин Не ожил ни прежний, ни будущий Сталин. Я знал ветеранов с нашей стороны, Тех, кто реально воевал, Родственники, в семье, учитель мой и так далее. И я знал, ну, меньшее количество, Но я знал ветеранов войны с той стороны, немцев. Вот так получилось, что я знал людей, Которые были в нашем плену, между прочим, Которые были на передовой, Которые, ну, вот, солдаты, офицеры вермахта и так далее. Так вот, я вам скажу, что ни с нашей, ни с той стороны. Вот такого звона со стороны ветеранов, Из уст ветеранов не было никогда. Никогда. Было взаимное уважение, Было понимание страшной трагедии, И была готовность сесть за один стол, Выпить, помянуть своих. И как они говорили, Слушай, я же мог тебя убить. Вот, я это сам, я присутствовал при таком разговоре, Когда немец говорил нашим, Слушай, я же мог убить тебя. Вот тогда. Потому что они выяснили, что они на одном фронте воевали. Но это вот, это люди, которые воевали. А все это сволочь, понимаете, Которая там, банк такой герновский, Одевает размером самого себя. Вот, ну, какое они имеют отношение к этому? Лене Тякович, все-таки тот документ, Который зачитал Кирилл Клеймёнов в программе «Время», Документ Пентагона, Не кажется ли вам, что он немного некорректен? Вы знаете, мне так кажется, да. Мне так кажется, что он некорректен, И немного, а сильно некорректен. Другое дело, что поскольку я абсолютно не верю Нашему телевидению, если они говорят, что даже 2,4, То я тут же это перепроверяю, понимаете, Потому что они врут всегда, они врут, как дышат, да. То у меня сильное подозрение, что на самом деле Там было сказано не так, что это неверный перевод, Или что это вырвано из контекста, и так далее, и так далее. Если это правда, Если тот редкий случай, когда они сказали чистую правду, Это тоже нельзя исключать, да, То тогда просто неадекватная реакция. Это не надо показывать нам с вами, чтобы мы обиделись на американцев в очередной раз. Это бессмысленно. А надо тогда обратиться, например, От имени Министерства обороны Российской Федерации Обратиться к своим коллегам, к своему визави в Штатах, к Пентагону, Если Пентагон это заказал, И сказать, что вот, уважаемые коллеги, А вот мы с вами вообще не согласны, да. Вот нам кажется, это некорректно. А вот давайте мы это все как-то обсудим. А давайте мы сделаем, например, передвижную выставку совместную, да, Которая будет ездить по Америке и по России. И рассказывать нашим гражданам о том, Как мы вместе побеждали Гитлера. Давайте вообще сделаем так, Чтобы вот таких некорректных сообщений больше не было. Это нормальная человеческая реакция, мне кажется. Но я думаю, что они соврали. Ну, в смысле, наш суревинник соврал, скорее всего, как обычно. Ну, то есть, Шойгу должен просто написать главе Пентагона С предложением разобраться в этой ситуации вместе. Если это правда. Да, да. Если это правда, вероятность очень большая. Скорее всего, это все искаженно. Думаю, если он не обратится, значит, скорее всего, это ложь. Конечно. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!